Всем привет, дорогие друзья, с вами First One. Сегодня будем снова мучить светлую башню горизонта, попробуем 47-й, ну я не знаю, докуда я пройду, может быть я на 47-м зависну, может быть 48-й пройду, но я точно знаю, что сегодня в видео мы 50-й уровень явно не пройдем. Я видел на ютюбе видео Лулеха, как он с этим уровнем справлялся, там причем был от него комментарий, что он более 100 раз переигрывал этот уровень, а у него там аккаунт, ну не читам, ему там жесткая раскачка, это раз, много лимитбрейков, много в принципе бонусов пассивных от снаряжения, героев и прочего. И помимо всего прочего на этом уровне еще нужно хорошо бы МК-99, она прям отлично под этот уровень заходит, но конечно какие-то уровни я сегодня попробую пройти и даже если мы сегодня не справимся, у нас осталось не так много времени до обновы и после обновы у нас поднимется максимальный уровень героев и оружия. Станет проще проходить те же самые уровни в лабиринте, это раз, два, у нас закончится скоро рейд, можно будет кого-то закинуть в качалку и еще попроще будет пройти башню горизонта, кстати и по поводу МК. У нас есть алмазики, давайте попробуем ее вытянуть, пушку я на нее достал, может быть сейчас и сама МК выпадет, наклеечки правда у нас нету, но мы все равно хотим, чтобы МК-99 к нам пришла, но белых коробок у нас тут не предвидится. Ладно, может быть еще что-то, я не знаю, три дня, а там что-то какие-то награды должны, да, прийти? Да еще какие награды, ребят, я такого не ожидал, у нас сейчас разрабы ввели пять купонов по тысяче самоцветов в каждом, вы можете эти купоны посмотреть у нас в фан-сообществе в нашем дискорде, ссылку я оставлю конечно же в описании. Вот здесь вот в городе через шестеренку, настройки аккаунта, ввести купон-коды, их можно ввести. Там сейчас, причем там знаете, такой прикол вышел, они короче первый купон, который они объявили, он звучал вот так, S34, SON2. Что это значит? Это как бы троечка, это как Е перевернутая, четверка это как буква А, то есть это сезон 2. Потому что эти купоны, их сейчас добавляют в игру в рамках как бы празднования того, что у нас закончился первый сезон и вот-вот после обновления откроется второй сезон игры, начнется. То есть вот уже следующее обновление, это считается второй сезон игры. И в честь этого они сейчас пять купонов по тысяче самоцветов в игру вводят. Но фишка в том, что они как бы на своих платформах в фейсбуке, в твиттере, они объявили только один вот этот купон, а остальные должны были вводить постепенно. Но поскольку у них вот такой вот купон, как бы это не просто набор каких-то рандомных буков и цифр, игроки стали пытаться сами подобрать купоны. И мы уже знаем, что также есть купон, например, World12, то есть 12 мир. Есть купон Lilith, то есть только вместо I мы используем здесь единички. И есть еще купон, по-моему, вот так, да, Demons, если не ошибаюсь. Ну, я в описании еще напишу все эти купоны. В общем, еще до того, как разрабы успели поочередно эти купоны игрокам рассказать, но они их как бы в игру уже ввели, и игроки сами нашли, какие же эти купоны. Еще только один купон последний не нашли, но я думаю, его тоже игроки подберут методом перебора раньше, чем разработчики его объявят на своих платформах. Ну, а вы сможете первыми об этом узнать, если подпишетесь на наш Discord, фан-дискорд по игре, ссылочка в описании, там мы оперативненько всю информацию выкладываем. В общем, вот такая вот приколюха, вы можете уже сейчас 4000 самоцветов купонами получить. Я вот уже забрал, и мы можем сейчас сделать себе еще один призывчик. МК-99, знаю, сейчас в комментариях набегут любители, знаете, сказать, не МК, это аббревиатура, это значит Марк, надо говорить Марк-99. Ну, СОБР это спецотряд быстрого реагирования, но не значит, что я должен говорить спецотряд быстрого реагирования. Ребята, а нам что-то выпало? Есть здесь? Вот она, вот она, ребят, это она, сто пудов. Здесь, ну, да, да, ребята, Андроид Марк-99, все для вас, друзья, для перфекционистов. А вот здесь все против вас, МК-99, отключение спящего режима, привет, хозяин, дай мне команду, и я исполню ее, когда буду в настроении. Да, у нас Андроид с настроением. Слушайте, ребят, ну прямо все отлично, все сходится. Мне на самом деле, вот вы видели, да, прошлый выпуск, мне много пушек накапало, и я еще причем не показывал, но я за кадром еще покрутил оружие. Ну, то есть, уже не как бы не зеленые боксы, я открыл вот эти желтенькие боксы по соточке, и в итоге у меня сейчас получается такая ситуация. Мне выпало сразу два веритаса, вот мне ни один не падал, а тут сразу два выпало с желтых боксов. Потом мне выпал бедокур, которого у меня не было, у меня есть пушка теперь на МК, и, короче, когда все это качать? Я еще, ну там, вчера сходил, да, Камазон закрыл, 13 тысяч этих местной валюты Камазоновской выбил. Я скупил просто молотки на все 13 тысяч практически, я там буквально какие-то камушки докупил чуть-чуть, и все остальное в молотки. Но мне все равно молотков не хватает, у меня вот сейчас нужно прокачать очень много всего. То есть, ну как бы даже вот просто, чтобы пассивные бонусы получить, мне надо докачать пушку на МК, мне надо, мне надо, по сути, еще докачать бедокур, потому что там тоже дадут бонус сразу на 1% прибавки. Ну, веритас я качнул. В общем, и самый прикол в том, что у нас сейчас еще будет обнова, она буквально вот уже близко, и в этой обнове повысится максимальный уровень всех героев и оружия. И я не знаю, где мне столько молотков наскрести, ну, короче, это займет какое-то продолжительное время, чтобы всех прокачать. Но я знаю одно, мы сейчас сходим так маленько, посмотрим, вот чисто ради интереса в башне света, как этот уровень 47-й выглядит. Просто теперь, когда у меня есть МК, я могу спокойно дождаться окончания рейда, закинуть ее в качалку, и я думаю, мне будет гораздо проще все эти уровни света проходить. Поэтому нету прямо смысла сейчас надрываться. Ну и к тому же, как раз пока рейд закончится, я успею, наверное, докачать, ну, более-менее оружие на МК до максимума. Кстати, по поводу рейда. Он заканчивается уже через 3 дня 16 часов. Не так долго осталось ждать. Мы на 30-м месте, но у нас, знаете, у нас сейчас вот полная фигня. В том плане, что у меня 27 из 30 участников сейчас в гильдии, и, ну, понимаете, вот набирать новых игроков, когда рейд уже начался, это такое себе. Все хорошие игроки, они уже в какую-то гильдию вступили и перетекают из гильдии в гильдию как раз в межсезонье. Поэтому, ребята, никогда не надо выходить из гильдии, вот прямо, если вы хотите выйти из гильдии или чувствуете, что вам кажется игра надоела, то лучше это сделать сразу после рейда. А то некоторые сразу после рейда забирают награду, еще пару дней играют, а потом такие, ой, что, опять рейд начался? Нет, что-то я устал от игры, что-то я не хочу ходить больше на рейд. Вот такая вот тема. Мне и то, я там одного человека взял, но он как бы не соответствует уровню гильдии. Ну, просто взял, чтобы хоть какой-то урон был. А так, по сути, нас, можно сказать, сейчас 26 человек из 30 бьет. И при этом 30-е место, в принципе, неплохо. Так что, ребят, подавайте заявки, скоро уже будет новый сезон. Если хотите перетечь, то можете уже прямо сейчас у нас в Дискорде отметиться, я тоже оставлю ссылку в описании. Но это уже потом, после рейда, потому что, ну, сейчас вот непонятно, даже если, знаете, кого-то прямо сейчас в гильдию принимать. А почему он без гильдии? Это значит, что он ливнул из предыдущей гильдии и подставил ее тем, что посеред рейда вышел? Или как бы что с этим человеком не так? Как бы вот такие сразу вопросы. Ну и, конечно, нам тут еще подосрали хейтеры. Ну, вы помните, я вам показывал этого челика в одном из предыдущих видео из Руэмп, который зашел, зазывал. Все вступайте в Руэмп, мы обеспечим вас крутыми местами на рейде. Хорошей наградой, хватит сидеть в слабых гильдиях. Мы тут с ребятами поржали, посмотрели ради интереса, куда он ушел. Он в итоге ушел в третий состав Руэмп. Вот эти Весток Тим, они на 44 месте, то есть они ниже нашей основы, ниже нашей первой академки, но при этом он к нам заходит и вот зазывает, обещает лучшие награды, чтобы самому уйти в третий состав Руэмпа. Ну, вот такие вот они, мамкины зазывалы, лишь бы это, подосрать другим, вот это для них самая большая радость. Ну ладно, ради интереса попробуем, просто не будем убиваться, знаете, вот просто, я не знаю, убивать час за часом, чтобы пытаться пройти один и тот же уровень. Здесь у нас сразу это, видно, ребят, вот этого я даже так успею сбить, да, а еще один лазер, наверное, скиллом, надо было сразу к нему бежать. Ну, хотя, фиг знает, того тоже нужно было добить. У нас только принцесса на хитах, давайте сейчас мы ее подхилим своим скиллочком. А, там еще башенка, да, опасная, наверное. Ну, вот так нормально. Не, надо было своих захиливать скиллом, надо было именно скилл как хилл применять. Я что-то его, знаете, как дамажащий, а надо было именно пытаться под своих подкинуть. Ну, смотрите, здесь даже подкинули... Так, задержаться здесь, правда, не получится, наверное, сразу в тылы, надо вот с этими разобраться. Отлично, принцесса там сейчас спасет наших. Так, что там с принцессой? Можно я попробую пойти ее захилить? Блин, слишком поздно, ребят, надо было мне быстрее. Слушайте, ну, пока... Пока что выглядит как веселый уровень, но не выглядит как прям сложный уровень. Может быть, даже веселее будет, если я буду на принцессе, но это не точно. Так, надо вот здесь так бить, чтобы сразу... Ну, блин, тут еще эти шарики. Надо было скилл врубать, пока еще была такая возможность. Все, теперь идем, короче, вон принцесса тут самая на хитах и я. Сейчас всех захилим. Так, пойду на низ, там принцесса, и она тут испытывает трудности. Хотя, кто бы знал, что... Почему принцесса страдает? Она у нас танк, но она как-то больше всех страдает. Ну, она, конечно, такой себе танк, но все равно. Так, 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 здесь... Дайте пройти, блин, они пароход загородили. Вот это вот вообще фигня. Может быть, стоит сразу наверх здесь тогда бежать? Там все на хитах, ребят. Наверное, я сейчас в этой комнате сразу наверх побегу, потому что там в этом коридоре, там можно протиснуться, можно, да, можно не успеть. Могут сразу застолбить. Давай еще выстрел. Вот одного выстрела не хватает, чтобы сразу уйти на низ и вот этого остановить. Потому что она, по сути, всю обойму тратит, а там ему громулька хп остается. Вот если бы после обновы бил бы, да, уровень героя бы повысил и уже бы за одну обойму убивал бы цель. Было бы проще. Давайте, всех захилили, нормально, все на фулл хитах. Сейчас, наверное, подождем. Вот чуть-чуть надо тут подождать, не рваться сразу, чтобы у тебя скиллы были на откате, когда ты зайдешь. И обычные, и навыки цепи тоже. Мы, похоже, через эту крестовину еще побегаем. Ой, больно прилетает, но не хотел это. Тратить время? Отлично, щит от принцессы. Блин, больно лазер, да, бьет. Но ничего, нормально, терпимо. ПГ, а какое, откуда сверху? Я что, вот не убил его, что ли? Он, ну, смотрите, какой он живучий. Мы по нему там скиллы делали, и я реально думал, что он помрет после этого. Очень больно, если честно. Все на хитах. То есть мы эту комнату вроде как парахоем. Но мы почти, это, туда мы вернуться не сможем. Так, будем надеяться, что здесь будет относительно просто. Я не знаю, наверное, да я даже, там скорее всего, я думаю, сзади тоже будут какие-то монстры, которые бьют лазерами. Или там суккубы, которые кидают по области взрыв. Но я думаю, я сразу забегаю в комнату, и где-то вот здесь кидаю свой скилл, чтобы подхилить, потому что все на хитах. То есть они вот здесь встанут, да? Блин, одни справа встали, другие слева. И вот, так, вспыхайте, скилл, скилл на хилл. Нифига себе, я даже не ожидал, что эти снаряды так больно будут наносить. Ладно, ребят, знаете золотое правило? Не получается на Габриэль, попробуй на Принцессе. По крайней мере, Принцесса может вот так просто своей атакой сбивать им навыки. Так, да ё-моё. Давайте вот так, ещё скиллочек, блин. Жалко, не успел ещё Габриэль скилл подрубить. Но пока выглядит даже как-то это стабильненько. Постоянно, знаете, надо без остановки бить Принцессой хоть кого-нибудь, чтобы ещё хилл пошёл всей команде. Смотрите, первую комнату прям отлично проходим. Во второй комнате, ну по идее мы тоже. Мы, вот Габриэль, она не умеет сбивать атаки. Принцесса умеет и в этом плюс. То есть она будет сбивать им их лазеры. То есть мы также сразу уходим туда наверх. Этому атаку сбили. Дайте пропустите. Ещё всем хилл зарядили. Давайте все вот эти навыки. Так, теперь пропустите меня. Да я не знаю, мне что, вокруг что ли бежать, чтобы этот лазер сбить? Я, наверное, могу не успеть. Успел. Но всё равно фигово. Как бы у меня команда полегла, ребята. Им там всё равно как-то на центре что ли раздают. Вот эти вот зелёные шары очень много хп сносят. Мне бы ещё как-то их станет, да? Может быть мне... Может быть мне, ребятам, которые лазером бьют, сбивать атаки обычным ударом? А вот этих вот, которые зелёные шары пускают, у них прям дамаг жёсткий. Вот их, наверное, надо пробовать станить и продамаживать пораньше. Ну, есть пораньше их убивать, чтобы моя команда жила, чтобы они их не выносили. А лазером сбивать атаки. Наверное, как-то так. Так, пробуем сейчас. Главное сбивать, да, по откату. Наверное, главное им сбивать. А основной дамаг я пускаю вот в этих ребят, которые зелёные шары пускают. Короче, вот как-то так. На первой комнате это даёт эффект. Ну, хотя на первой комнате она и вообще несложная. Там, по сути, если ты даже не заморачиваешься, какие-то тактики применять. Вот сейчас на второй комнате посмотрим, будет что-то работать или нет. То есть мы лазеры постоянно бегаем, сбиваем атаками и стараемся в центр кидать стан и весь свой дамаг туда пускать. Вот как-то так. Так, погоди. Надо было, наверное, сразу в центр, да, молоток пускать. Я буду сейчас как волчок между ними бегать. Но, по крайней мере, они... Ё-моё. Эй, пропусти меня. Сбить ему лазер. Ну, нормально пока, в принципе, да. Все на фулке. Сейчас сложнее будет. Но там тоже, там есть стреляющиеся парни. Я помню, они меня разнесли. Я тогда просто не думал, что они будут такой прям ДПС наносить, когда они мне Габриэль снесли. Сейчас пробуем, короче, тоже что-то такое. Типа забегаем сюда. А, блин, а где они все? Надо, чтобы... А, вот, слева толстяк вышел. Заходим сюда. Так, ну этот лазер я пропустил. Давайте попробуем сюда забежать сейчас. Так, так, так. Уйди, уйди, принцесса. У них как бы есть выстрел, есть перезарядка. Надо вот как-то на перезарядку стараться отойти. Но, блин, жестко нас сейчас. Прямо тут жестко. Все на хитах. Очень плохо я отыграл в этом эпизоде. А там тоже, видите, вот они стоят. Это, наверное, лазеры готовы заряжать. А как к ним пройти? Вот здесь, да, проход есть? Небольшой по углам. То есть, надо как-то пытаться сразу туда пройти. Вот в этих ребят с зеленой винтовкой надо, наверное, сразу стараться молоточек кинуть. То есть, но он сейчас сразу будет стрелять. Если я прямо на него побегу, он меня, наверное, сразу и снесет. Ну, фиг знает, короче, ребят. Как-то опасно. Наверное, все-таки надо забегать и просто кидать молоток. Наверное, как-то вот так. Один лазер сбил. Второй лазер сбил. Башню. Так, лазер бегу сбивать. Снаряды уклоняемся. Лазер бегу сбивать. Снаряды уклоняемся. Пошел молоток. Блин, молоток пошел не туда, куда надо. И скилл не... А, погоди, скилл сбить. Слушайте, ну это жестко. Но принцесса-то жива осталась в итоге. Хотя я тут бегал просто как в жопу ужаленной. Я даже сам не понял, что я делал. Но я остался жив. Но, блин, я сейчас самый зад... Главное, я там что-то крутился. Очень плохо я где-то там в каком-то моменте не успел скилл врубить до того, как цель, на которой активировался навык, умерла. Я бы так еще мог маленько подзахилиться, там какой-то щиток кинуть. Но главное, вся команда отхилилась. Ребята, я не знаю. Сейчас самое сложное. Потому что мы залетаем в комнату сразу. И здесь в этой комнате просто жесть. Так, тебе сбиваем лазер. Тебе сбиваем. Наверху там еще какой-то лазер. Этот мы уже сбить не успеваем. Ладно, пофиг. Главное лазера сбивать. Да нет-нет-нет, вот его сбей. Там еще сверху слева был кто-то. Он еще жив, да? Давайте на него. Так, нет-нет, так-так-так. Молоточек. По-моему, я все. По-моему, я справился с этим уровнем. Еще давайте. Щит от принцессы. Замечательно, ребят. Я, если честно, думал, что я сейчас пару раз этот уровень помучаю. И скажу, типа, ну нет, это тяжело. Подождем обновы. Повысится максимальный уровень героев. Покачнем пушки. Закинем МК в качалку. И станет проще жить. Но нет. Мы как бы здесь справляемся. Нормально. Как бы это плюсик в мою копилку. Пройти уровень до... До обновы. Ну что ж, посмотрим ради интереса, что из себя представляет 48 уровень. Сможем ли мы его пройти до обновы. Светлая башня 48. Давайте подождем отката навыка. Потому что фиг знает, что меня можно так попробовать одним глазком. Но там нифига не видать, что в этой комнате. Но по классике жанра здесь всегда и так как бы понятно, что... Дамажившие враги, как правило, в тылах. Все-таки принцесса молодец. Вот она, этот стан ее по области, который... Животворящий стан, скажем так. Первая комната несложная. А, что тут? Вы можете стать сильнее. Или восстановить свои хп к следующему бою. Конечно, атаку. А, еще можно защиту повысить. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Что нам... Знаете, вот мне с одной стороны хотелось бы защиту, просто чтобы мои спутники не умирали и дотягивали до своих хилов. Давайте попробуем защиту. Я увеличу твою защиту. А можно посмотреть? У нас баф, да, по идее. Защита плюс 20%, хп плюс 40, свет плюс 50, ближний бой плюс 50 и вероятность крита 36. Это все, что у нас дает наша команда. Ну вот она двадцатку защиты, получается, добавила. А могла бы, наверное, двадцатку атаки дать, да? Кто тут? Где Сукуб, который, это, заряжает скилл? Не вижу... А, вот она. Сукуб, сдохни. Нам не нужна твоя. Пока все, по-моему, вообще отлично. Все живы-здоровы, слава богу, как бабушки говорят. Сейчас она, наверное, еще раз, да, скажет? Что еще хотите повысить к следующей комнате? Я, наверное, еще раз возьму защиту. Пусть же у меня два хила, по сути, в команде. Лишь бы они живы оставались, а я их уж... Ну и доживали до отхила. Мне кажется так. Или восстановить свои хп. Хп вообще, хп сами как-нибудь восстановим. Давай еще защиту. Ну-ка. Я надеюсь, что они складываются. У нас как бы они как отдельные бафы висят. Я думал, что будет просто защита плюс 40. Ну, я думаю, складываются. Должны складываться. Просто обязаны. Будет прикольно, если мы этот уровень с первого раза пройдем. Пока что как бы не выглядит сложным. Но там можно где-то зафейлиться. Пропустить какой-нибудь навык от Сукубы. Или еще чего-нибудь. А здесь как-то нету этих Сукубов. Я думал, сейчас там тут что-то в тылах будет такое. Да отстаньте. Сам какую-то фигню делаю. Серьезно, ребята. Мог бы... Но ничего, мы захилились. Нормально. Еще скилочки пошли. Я, конечно, как всегда, как попало, скиллы выдаю. Что у меня скилл от Юджин не вышел. То ли я не в правильном порядке. Я сейчас не заморачивался. Но я помню правильный порядок. Правильный порядок я должен начинать с этой. Я должен начинать с Лапис. И потом по одному идти. Но я, видите, поскольку у меня сразу два героя. Я стараюсь сразу двумя активировать. Потому что вдруг там цель, на которой навык активирован, сдохнет. И я вообще ничего не успею. Вы можете стать сильнее и восстановить свои ХП к следующему бою. Ну, если прям сложно, я мог бы сейчас заморочиться. Посмотреть, как там правильно цепь тут делать. Чтобы она всегда в нужном порядке мне шла. И получалось четыре, если цель еще жива. Третий буст на защиту, ребята. У нас уже 60 защиты. Короче, все в защиту. Кидаю. И главное нам выжить и отхилиться. Вот. Надамажим. Уж как-нибудь надамажим. Что у нас тут? Нифига себе. Блин, они мне сбили навык. И я не могу двинуться, ребята. Они меня прям в стане держат. Короче, не надо туда забегать в тылы. Лучше издалека кидать свои скиллы. Очень-очень-очень опасно. Короче, нафиг. Я туда не пойду. Я чуть не помер сейчас, ребята. И просто из-за того, что... Давайте я так просто попрыгаю маленько. Потому что мне надо на принцессе, по идее... По идее, мне надо на принцессе... Да, блин, чуть-чуть не дожил до навыка. Очень плохо. Ну, вроде живем. Отлично. Пошел хил. А не, я нормально цепь использовал. Просто в тот раз не дошло дело до Юджин. В этот раз, видите, все нормально. Ух, чудом выжили в этой комнате. Я надеялся как бы забежать в тыл к врагу. Думал сейчас это, видите. Думал сейчас каких-то там... Ну, ранжевиков буду сбивать им атаку. А мне там самому начали сбивать атаку. Чуть не окружили, не застанили. Я еле оттуда убежал. Короче, в этой комнате лучше как бы... Безопасненько все-таки держать дистанцию. Восстановить свои ХП. Давай еще защиту. Защиты много не бывает. Видите, вот меня сейчас, наверное, только защита спасла в этой комнате. Так бы я уже копыта откинул бы, если бы я чисто в атаку вкидывался, допустим. Ой, плохо, что у нас не фулл ХП. Так, здесь... Ну, здесь явно надо вот это вот сбивать. Им атаки, вот этим огонькам блуждающим. Иси огонь, скажем так. Все, огоньков нету, ребята. Живем. Есть мощные атаки от Юджин по нашим врагам. Они разлетаются один за другим. Еще отличный станчик от принцессы. И захиливаем всех вообще, ребята. Этот уровень даже выглядит не таким сложным, как... Я не знаю, зря сейчас это. На атаке попался. ХП зазря потерял. Но этот уровень выглядит не таким сложным, как предыдущий. Что еще в защиточке? Да, защиты много не бывает. Не надо нам... Не надо лечиться, ребята. Вы должны сами отхиливаться. Потому что отхил вам как бы не прибавит параметров боевых. А вам нужно максимально забафаться перед последним боем. И мне кажется, судя по тому, сколько комнат мы уже прошли, сейчас как раз последний бой нас и ждет. Кстати, первое мое прохождение, ребята. Вы видите, да? Комната открывается. Ох, не хотелось бы сейчас после стольких комнат проиграть. Я уверен, это последнее. Что тут? Сундук-мимик. Тут еще эти астральные цели. Будь они неладные... Эй-эй-эй, вы что меня зажимаете? Ну, там вроде сундук, он не убивает наших. Они что-то... Живут вроде нормально. Пошли скилочки еще, ребята. Вообще живем. Мне кажется, пока нормально все. Сейчас только у Лапис есть какие-то трудности. Но я надеюсь, что она их переживет с нашей помощью. Давайте вот этого короля убьем. Так, ладно, не убьем. Слушайте, тут все враги на хитах на самом деле. Так, отойди. Нефиг за мной бегать. Бум. Все, пошли за хилы. Пошли скилочки, ребят. Все, этот уровень мы тоже легко проходим. Сундук какой живучий, да? Живучий приставучий сундук. Отлично. А, и это финал. Ну, это было не сложно. Серьезно, это было... Ну, как я могу сказать, что это было сложно, если я прошел с первого раза? Я над некоторыми уровнями там парился по 20 раз, да? Бывает. Это нормальный уровень. Ну, в нем есть свои прелести, но... Если честно, слава богу. А иногда, знаете, бывает такое, ты какой-то уровень, вот... Он может тебе показаться простым. Вот бывает такое, ты хлоп, первый раз играешь, и сразу с первого раза чуть не прошел уровень. А потом начинаешь играть раз за разом, и ты даже близко к своему результату приблизиться не можешь. Вот такое часто бывает. И ты такой, блин, да я же с первого раза чуть прошел этот уровень. Там просто почесал нос, отвлекся, и вот буквально из-за этого там не справился. Но он же такой простой был. А потом ты пробуешь 20 раз, и ты даже близко не можешь приблизиться. Такое тоже бывает. Ну и 49 уровень, ребят. 49. Посмотрим, что у нас здесь. What is here? Здесь у нас... Кстати, что приятно, здесь у нас враги тьмы. То есть повышенный дамаг по ним, хотя там есть вон и парочка огневиков. Скорее всего, с них, наверное, начать надо будет выносить. И надо как-то так пробежать... А, я могу камни разбить. Я думаю, если я прямо побегу, они мне проход закроют, будет неудобно. Я сразу наверх, можно? Сразу наверх, вот так вот. Так, а что у меня там? Можно еще вот эту Грэмари? Хотя, зачем? Там их прям толпа была. Блин. Ладно, вот эту Грэмари. Первая комната простенькая. Надеюсь, что все остальные будут такие же. Здесь, наверное, стоит сразу Дольфа вырубать. Он гадкий парень, он мне не нравится. Я, наверное, побегу к нему не по прямой. Мне кажется, я побегу по прямой, все побегут за мной. И он будет этими снарядами нас прошибать. Я побегу к Дольфу, но через низ, допустим. Вот, я думаю, как-то так. И здесь сразу активирую. Вот так вот, нормально. Вторая комната. Слушайте, я не знаю, мне кажется, этот уровень сейчас будет проще предыдущего. Они, правда, иногда любят в таких уровнях сделать, знаете, первые там, допустим, три комнаты простые, а последняя прямо жесткая. Но здесь даже они не простые, они сверх простые. Здесь что, по идее? Здесь, в принципе, симметрично все. Но мне кажется, опять надо забегать, мочить Дольфов. Короче, поэтому... Ну, серьезно, вы видите это, да? Слишком просто. Йо-йо-йо! Уходим, ребята. Там кто-то это разлил огонь. Мог бы тут, конечно, как-то вот это вот все поломать, но мне оно даже, я бы не сказал, что как-то мешало. У меня, кстати, есть еще, если что, у меня есть как бы вот здесь запаска. Вот у меня чуть-чуть поддамаженный герой, да? Я могу в эту комнату, если что, вот забегать на отхил, на небольшой. Так, так, так. Здесь у нас... Отлично, пройдено. Пока что прям... Надеюсь, что этот уровень я тоже пройду с одного раза. Здесь у нас Дольф. Я тоже побегу в круговую. Я не буду сносить эти камни. Может быть, конечно, стоит. Может, из-за них наши будут тупить там что-нибудь. Но, ладно. Нам некогда об этом думать. Очень больно. Я сейчас, по-моему, встал прямо в эпицентр всех скиллов, и я не успел защиту еще свою прокинуть. Ну, ребята. Я считаю, встал прямо в эпицентр, собрал все скиллы, и при этом выжил. Поэтому у вас, если вы все будете делать хорошо, вообще не составит этот уровень труда. Ну, если у вас, конечно, ну, как бы достойная прокачка. 50-й уровень, вот там уже жесть. То есть, я смотрел видос на ютюбе, я уже говорил об этом, что там челик с жесткой прокачкой, с МК-99, больше ста переигрываний. Мне кажется, я не хочу больше ста переигрываний делать. Тем более, что у меня, как бы, там и Лапис, не фулл ЛБ, и МК нету. Но разочек там другой сейчас ради интереса попробую. Я, наверное, сейчас несколько попыток наиграю. Какую-то вот более-менее, которая получше будет выглядеть, вам покажу. Но, скорее всего, я на этот уровень забью до обновы. А когда выйдет обнова, закину МК в качалку и... Ммм... Подкачаю других героев и попробую заново. Вот как-то так. Ну, пойдемте пос... А, так, энергия. Ха, знаете, ребят, какой сейчас прикол? Я полез искать, где бы мне достать энергию. За гемы уже я сегодня покупал. Сверхмеры переплачивать неохота. За зеркальные кусочки, вот эти осколки, я тоже недавно покупал энергию и всю скупил. Фиолетовые монеты тоже все потратил. И я такой, ну, не знаю, орбитальный рифт, может быть. Я в него сто лет не ходил. И в последний раз я застрял на 455 уровне. И сейчас как раз его прошел. Причем там, знаете, там был один враг, у которого невосприимчивость к дальним атакам. И знаете, какую фишку можно обузить? Я сейчас использовал. Раньше такой лафы не было. Это вот этот новый мерч, футболка Лупины и подушечка Нари. Знаете, в чем самый прикол этого мерча? Что вы можете этот мерч одевать на кого угодно. То есть он просто переводит, ну, дает дополнительный урон от вашего ДПС в виде атаки либо ближнего, либо дальнего боя. Но одевать вы можете этот мерч на кого угодно. Вы можете одеть мерч, который выдает урон ближнего боя на дальника. И он будет периодически еще выдавать дополнительный урон ближнего боя. Тем самым пробивая щиты вот этих вот ребят, которые невосприимчивы к какому-то типу урона. Это прям такой прикольный мерч. Особенно для вот таких фишек в ПВЕ, где враги с щитами, чтобы их пробивать. Но, ладно, давайте мы сейчас не об этом. Давайте нам нужно еще десяточку стамины вытянуть. Я надеюсь, что сейчас с этим уровнем уже не будет проблем. Потому что обычно проблемы с уровнями только это. Ну, которые на какую-то цифру заканчиваются. Хотя, сейчас эти статуи могут доставить неприятностей. Да не, нормально все. Фух, отлично. Десяточка энергии у нас есть. Я еще, наверное, потом за кадром помучаю орбитальный рифт. Раз уж такие дела посмотрю, докуда я выше смогу подняться. Но я прям реально, я его когда-то запоролся на 455-м. Но это было очень давно. Я уже давно в него не ходил. Интересно, докуда смогу сейчас дойти. Но прямо в данный момент мне куда интереснее, что там из себя представляет 50-й уровень. Хотя, ну, как бы, я уже говорил, это только посмотреть. Проходить его сейчас я вряд ли смогу. Так, ладно, героев вроде переодел. Если что, вот такая у меня пати света. Это 222 к ДПС, 150... А, эмблям 587 к ХП. Вон, погнали, попробуем. Но этого явно все равно будет недостаточно. Здесь еще и таймер, да? Серьезно? Я такой еще что-то по привычке зашел в комнату такой, подожду отката скиллов. А здесь сильно-то и ждать не приходится. Здесь мало того, что надо справиться. Здесь еще надо справиться за отведенное время. Наверное, вполне может не хватать ДПСа. Уйди со своим молотом. По боссам главной разнообразия нету. Там до этого тоже был этот гарем, да, в каком-то... Так, вот эти вот, наверное, дроидов надо уничтожать, которых он призывает. Я не знаю, что они делают. Так, надо, по идее, на последних секундах скилл подрубать. Я сейчас поторопился. Блин, опять этот дроид. Так, ну пока живем. Долго ли? Боссу 6%, чтобы активировать цепочку. Так, опять дроид. Наверное, надо на него. О, как больно! Так, надо было, не успел. Слушайте, ну, а сколько там ХП? У меня даже такое ощущение, что я смогу справиться. Хотя, не знаю. Логи, эх, 100 попыток. Страшно звучит. Не хочу 100 попыток переигрывать. Ну, есть такое ощущение, что сейчас, если бы вовремя отбежал, там как раз скиллочек мог бы захилиться, еще какое-то время пожить. Так. Вот это, наверное, надо сразу уничтожать. Может быть, даже... Может быть, даже надо скилл экономить на то, чтобы вот этих призывных уничтожать сразу. О, отлично. Сейчас они оба тут стоят в одном месте. Так, давай. На последних секундах активируем навыки, чтобы подольше его продержать в этой агоне. Ой, больно. Отхожу. Ну, точнее, не больно, но могло бы быть больно. Отхожу. Навык я не знаю. С одной стороны есть жил... А, вот, я вижу. Он сейчас сюда приедет. А что это было? Он вообще пропал. Это чем-то для нас плохим грозит, что мы не успели убить эту фигню до того, как она пропала. Пока вообще непонятно, какая тут механика. Минус один. Причем минус... Минус Габриэль. Это неприятно. Минус хиллер. Что там у босса по хп? Слушайте, а у него как будто хп-то и не отнималось вовсе, да? А мы уже без хиллера. Мне кажется, это бесполезно. Это уже надо начинать переигрывать. Видите? Там вроде показывали, что здесь это... Я, короче, не понимаю. Но я просто смотрел у Леха, он сразу сносил вот этих дроидов, которые появляются. Их явно надо... Ну ладно, это бесполезняк, ребят. Но не могу я одним героем. Я могу просто побегать, посмотреть, что эта штука делает. Вот я ее не убиваю, допустим, да? Что с моим хп будет? Вот она там стоит. Она пропала. Такое ощущение, как будто ничего не изменилось. Вот она опять стоит. Я просто пытаюсь сейчас даже это... Просто понять. Может быть, она бафает босса. Может быть. Может быть, он не восприимчив к урону что-нибудь такое, пока она стоит. Фиг знает, ребят. Ну ладно. В любом случае, я думаю, мы к этому уровню вернемся позже. Его надо проходить с андроидом, я думаю. И мы еще постараемся. Но это уже будет в следующем уровне. Сейчас неохота надрываться. Я думаю, вы меня понимаете. У меня на этом все. С вами был 1101. Спасибо за просмотр. И до новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok